Точка зрения на волнах Большого Радио, микрофона Татьяна Юлусова, за режиссерским пультом Евгения Жукова. И сегодня у нас в студии директор Мурманской областной филармонии Виктория Владиславовна Чачина. Здравствуйте. Добрый день. И Тимофей Викторович Перминов. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хранитель Мурманского органа. Поговорим мы сегодня о планах на новый музыкальный сезон, гастролях именитых музыкантов, наиболее ярких проектах, а также о самом органе филармонии, его строении, уникальных особенностях, почему его называют королем инструментов. Но вначале хочу сказать, что у нас сегодня будет розыгрыш во время эфира. И разыграем мы два пригласительных билета на концерт «Три баса Профунда» и звуки музыки. А что нужно сделать, чтобы получить билеты, Тимофей Викторович? У нас вопрос есть, да? Мы подготовили. Наверное, выиграть конкурс. Так, а вопрос у нас такой. Вопрос, к какому типу музыкальных инструментов относится орган? Вопрос, я считаю, несложный, но есть у него... У него есть такая изюминка внутри, да, я думаю. Да. Если вы знаете ответ на этот вопрос, присылайте нам, пожалуйста, сообщение в Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-921-045-1045, и два человека, которые первые напишут ответ, получат пригласительные билеты. Мы возвращаемся к проектам Мурманской областной филармонии. Наверное, Виктория Ватиславовна, нужно сначала рассказать, как прошел сезон, да? Какими, может быть, результатами хочется поделиться и впечатлениями? Ну, правильно вы поставили вопрос, потому что новый сезон, который мы только начали в сентябре месяце, он во многом отталкиваемся от того, что же у нас было в прошлый сезон. Прошлый сезон у нас был очень насыщенный, очень яркий, яркий по концертной афише, по тем музыкантам, которые к нам приехали, по программам, которые подготовили наши музыканты. Потому что это 22-23 год, как понимаете, концертный сезон, как и театральный, он с сентября по июнь следующего года. Вот, поэтому еще в памяти великолепные выступления и известных нам уже любимых музыкантов, традиционно которые приезжают к нам, и в том числе мы для себя открыли тоже и новые имена, и открыли для мурманчан новых исполнителей. И очень надеемся, что наша, так сказать, вот эта дружба, которая у нас, и воспоминания о их выступлениях, они обязательно будут повторяться в наших встречах и в нашей концертной программе. Потому что вот не сказать о том сезоне, когда у нас побывал после долгого-долгого перерыва Мацуев со своими замечательными детьми из его фонда, и которых мы сейчас наблюдаем как победителями разных уже международных серьезнейших конкурсов, вот выращивает он плеяды таких замечательных музыкантов. Конечно, хочется и вспомнить оркестр, джазовый оркестр Лундстрема, это тоже было такое... Большое событие. ...событие для наших музыкантов. Хоровая капелла Юрлова. Это тоже вот такая изюминка, и заполучить такие коллективы, конечно, для нас это очень важно, престижно. Вот нам во многом это помогает Министерство культуры, потому что такие коллективы принимать без поддержки... ...достаточно сложно, учитывая, что наш маленький зал, не такой же он и большой, и наша ценовая политика очень такая скромная, вот для того, чтобы как можно больше людей сумели посетить вот такие коллективы. Фурор вот в конце года, как бы вот в середине сезона, произвел наш филармонический оркестр «Сказки Венского леса». То количество просмотров, которое было в разных веках, в том числе на Ютубе, оно просто зашкаливало. Мы получили огромное количество похвальных отзывов о том, что вы нам вот просто, что называется... Подарили. Подарили, да, да, о Венский, так сказать, это, да. Подарили Венский лес. Венский лес, Венский, да, чего у нас вот сейчас иногда... Мы же привыкли, что мы смотрим всегда из Вены первого января в конце. Есть такая традиция, да? Такая традиция, да. И вот мы эту традицию как бы поддержали собственными силами, это тоже вот действительно ярко. А потом надо понимать, что 23-й год, который наступил, это год Рахманинова. Это год Рахманинова из Шаляпина. Но всё мировое музыкальное сообщество, оно праздновало именно эту дату. Рахманинов, он был, так сказать, звучал, и он и будет, и продолжает звучать. И поэтому у нас было очень много программ, связанных с этим именем. И для нас это тоже было серьёзно и знаменательно. Наш оркестр с приглашёнными музыкантами поставил концертное исполнение оперу Олега. У меня ходили знакомые, я слышала восторженные отзывы. Вот, поэтому вот этот. Ну, а дальше у нас это продолжил, подхватил нас, наш уже хороший друг и традиционный, их появление оркестра, Национального филармонического оркестра под управлением Спивакова, который тоже вот и в Мурманске дал программу, и съездили они в Апатиты, и были они в Североморске. Для нас это тоже вот очень важно, чтобы такие коллективы и мурманчане, и жители Мурманской области вот знакомились. Насыщенный был год. Да, так я почему и говорю. И нам очень... Мне кажется, вы на два года уже события сейчас рассказали. Да, да, да. Для нас было совершенно вот тоже необыкновенное впечатление от возрождения этого коллектива. Они у нас, можно сказать, мы почти были первой сценой, куда они приехали. Это ансамбль «Скрепачи Большого театра». Тоже с аншлагом концерты, и очень много хороших отзывов. И мы тоже надеемся, что этот коллектив уже тоже будет у нас традиционно появляться на нашей сцене. Вот, поэтому наступивший год, вы понимаете, он тоже обязывает планку... Планку держать. Да, планку подняли, надо и в это. И как бы сентябрь мы тоже не ударили в грязь лицо. Да, Тюборфей. Сейчас грядет грандиозное событие. У вас будет фестиваль «Мелодии артики». Он уже у нас начался. В середине у нас было два интереснейших, удивительных таких концерта органных, на котором они практически были аншлаговые. Потому что для нас это очень важно, потому что была и интересная программа сама. И я думаю, что мы выбрали, наверное, ту самую форму, когда и классика, и другие жанры начинают присутствовать. Потому что первый у нас концерт, это был киноорган, совершенно замечательным молодым органистом, но очень себя уже серьезно заявившим, Тимуром Халиулиным. Да, и мы уже прямо в него цепились и ждем его в январе месяц, потому что публика просто оценила его по достоинству, его возможности. А вот буквально день музыки первого числа у нас был концерт Данила Зарецкого с Людвигом, да? Артистом, да. Назывался «От бахок до рока». Первое отделение было классическое, с альтом, с арганом, знакомые, в принципе, произведения высокой классики. А второе отделение было посвящено... Роковой музыке. Да, и народ просто там танцевал, раскачивал. Это я боялась за наше кресло. За наше кресло, да. Поэтому это вот тоже, по-моему, такая очень хорошая. Но я думаю, что лучше всего об этом может как раз сказать мой коллега, наш хранитель аргана, Тимофей. Как себя чувствует арган, когда на нем исполняют рок, Тимофей? Он себя прекрасно чувствует. У нас огромный арган, он очень мощный, очень мощный. И ему подвластны все динамические нюансы, которые необходимы. Да, вот как Виктория Вилаславовна сказала, Тимур Хариуллин из Белгорода органист, замечательный совершенно. Помимо того, что он великолепно играет, у него потрясающая ножная техника. Вы знаете, что орган — это не только клавиши, которые... Не только руки, но и ноги обязательно, да. Он специально развивал эту технику, мелкую моторику. Он потрясающе совершенно играет ногами. Но каприз погонения сыграть ногами, это было совершенно какая-то фантастика. Он держался за скамейку, чтобы не взлететь, судя по всему. Это на самом деле было так, великолепно. А мы держались за кресло тоже, чтобы не выпасть из него. Вот. И плюс к этому он еще занимается такой популяризаторской деятельностью. Он очень много рассказывает о баргане. Играет много музыки из кинофильмов, знакомой музыки, которая людьми, зрителями, слушателями нашими воспринимается просто великолепно. Это хороший ход, чтобы познакомить, да, с органами? Это именно популяризация инструмента, потому что не все сейчас могут... Через знакомые мелодии. Да. Не все могут воспринимать классическую музыку в больших объемах, по крайней мере. Вот. А здесь музыка достаточно легка для восприятия. А какие условия требуются для содержания органа? Он такой капризный инструмент, что... Он достаточно капризный. Ему требуются филармонические условия. Вот. Его соблюдают, за ним ухаживают, его любят, его ценят. Конечно же, это огромный инструмент, во-первых. Он состоит из дерева, металла, пластика. И все эти разные материалы, они требуют стабильного микроклимата, скажем так. Вот. Поэтому очень важно... Боится сквозняков? Очень боится. Очень боится. Вот прямо очень сильно. Вот. Поэтому очень важно, чтобы была постоянная температура в зале. И в тех местах, в тех порталах, где он находится, была более или менее постоянная влажность в зале. Вот. Это все необходимые условия для того, чтобы орган держал строй, и чтобы зрители, слушатели могли воспринимать его с удовольствием. Чтобы не простудился. Да. Ну, не повлияло на качество звука. Совершенно верно. Это именно так и происходит. А почему называют королем инструментов? Мы вначале сказали. Ну, наверное, гипотетически, потому что он является самым большим инструментом из всех музыкальных инструментов. Весит энное количество тонн. Каждый орган, он индивидуален, очень индивидуален. Я прочитала, что вообще нет органов одинаковых. Абсолютно. Да. То есть каждый — это индивидуальный проект. Он уникален. Уникален. Каждый орган уникален. Он делается непременно под тот зал, в котором он будет располагаться. Просчитываются мензуры труб, их длины, величины, мощность, давление в системе и все такое прочее для того, чтобы орган полноценно мог раскрыться именно в данном конкретном зале. А королем инструмента, возвращаясь, он называется вот благодаря своему величию. Ну и, может быть, еще от того, что исторически, если посмотреть, в определенные времена, когда орган уже достиг своего расцвета, было принято, было правилом хорошего тона одно величество дарило орган другому величеству. Один король дарил другому королю органу. Это, естественно, ну или очень богатые люди это делали, да. Это было таким вот хорошим-хорошим подарком. Ну и отсюда пошло, да, король. Возможно. Возможно, от инструментов, потому что короли друг друга дарили. Возможно. На уровне гипотезы, да. Насколько популярны органные концерты сейчас? Ну, вы знаете, да. Можно сказать, что тоже аншлаги. Да, нет, они не всегда собирают аншлаги, и, в принципе, мы даже к этому и не стремимся, потому что органы ведь во многих стоят в залах крупных. Например, вот капелла питерская, у них один из огромных старинных органов. Вот, а не органы как бы зал. Они вообще, если там, в лучшем случае, раз в два месяца органы, если там не в это. То есть он не потому, что специфика его и всё, что связано с культурой органа, надо понимать, что этот орган, он, в принципе, инструмент церковный, прежде всего. И он получал развитие, и, так сказать, даже когда не было концертных площадок, всё прочее, прихожане слушали этот инструмент, и культура музыкальная у них во многом формировалась за счёт этого всего. У нас орган всё-таки появился достаточно поздно, вот, и нету вот этого ещё, будем говорить, охвата, да, музыкантам, слушателей, которые, может, это, потому что у Западной Европы, они просто, что называется, у них уже в генах, он уже вот это вот сидит музыка и так далее. У нас немножко это как бы по-другому, вот, и потом его многогранность, там же вибрации очень сильные, и все это удерживают, потому что, вот, хотя с другой стороны, уже это доказано, что органная музыка именно в живом исполнении, когда это, у него есть терапевтический эффект. Полезно для здоровья, слушать орган, получается, да, 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 у него есть терапевтический эффект, потому что там же есть вибрации, вот, Тимофей, можно об этом сказать, которые наше ухо не воспринимает рукавы, но эти вибрации... Здесь, наверное, речь об обертонах, да, которые возникают при звучании, вот, а звуковая волна, она пронизывает тело и таким образом воздействует на человека, на каждого человека. И поэтому вот эта музыка, которая написана много веков назад, и она в это, она хорошо воспринимается людьми, которые уже подготовлены, да, а не подготовлены, мы слушать это достаточно сложно. Почему я говорю, что мы стараемся не всегда делать чисто органные концерты, мы приглашаем певцов, других музыкантов, которые делают какие-то вот интересные совместные, да, там, аранжировки на какие-то, да, вот это. Вот сейчас очень много пишется интересной современной музыки для органа, и она имеет, вот, так сказать, место быть и слушать ее от последних концертов, то есть вот эти аранжировки, как делают наши органчисты. — Сейчас у них стала популярна современная музыка, да, и они, да, и вот это вот все. И мы видим публика какая-то, и самое главное, что мы видим омоложение публики, что приходит все больше и больше. — Ты как раз, да, у меня созрел вопрос. — Молодежи, знаете, да, поэтому, то есть это надо пропагандировать, это надо ходить, это надо слушать, иногда надо себя преодолеть для того, чтобы вот, а потом... — Ну, а как иначе понять, нравится, не нравится, готов к такой музыке? — Это огромная, будем говорить, работа души, интеллекта, это работа, это вот не просто так вот прийти в это. Вообще, как бы, классическое слушание классической музыки — это определенная работа, да, но чем это потом все тебе возвращается? — Это направлено на саморазвитие, конечно же. — Ведь не даром американцы говорят, как отодвинуть Альцгеймера. — Слушайте классическую музыку. — Я недавно прочитала, что очень полезно и маленьким детям давать классическую музыку. Ну, понятно, такое может быть несложное, но вырабатываются нейронные связи очень активно при прослушивании классической музыки. — Да, классическая, да, эти дети гораздо успешнее постигают математику в тучных науках, как ни странно, да, вроде кажется, да, потому что идет вот то, о чем вы говорите, вот это развитие мозговой деятельности. Вот, но мы как раз говорим сейчас о детях, о органе, мы тоже стараемся наших музыкантов, которые к нам приезжают, просить, чтобы они делали программы для детей. — Есть спрос. — Да, обращалась. — Да, но у нас вообще, в принципе, я хочу сказать, бурманчане достаточно вот высокого уровня культуры, и вот родители, очень многие у нас детские концерты хорошо посещаются. — Вы знаете, мое первое знакомство с Мурманским органом как раз и случилось на детском концерте, было 12+, просто невозможно было купить билеты, когда он только был установлен. И единственное, что был концерт для детей, там музыка из сказок, по-моему, была, и вот это было мое первое знакомство с Мурманским органом. — Вы знаете, я вам хочу сказать, что мы вообще замечаем, что у нас на наши детские концерты, которые мы треть взрослая, с ребенком приходят бабушки, дедушки, мамы, папы, на одного ребенка, иногда сопровождающих в это. — И это понятно, замечательно, что люди хотя бы вот таким образом постигают, будем говорить, да-да-да, тоже эти азы. — Ну, еще и обновление публики произошло, говорили, благодаря проекту «Пушкинская карта», да, то есть молодежь тоже стала чаще. — Да, это вообще замечательный, конечно, проект, это великолепный, его трудно вообще переоценить, его социальную значимость для того, чтобы, вот, ему тоже предстоит, конечно, развитие, что называется, надо еще, извините за сленг, въехать, вообще вот это все. Но мы видим, что все больше и больше въезжающих. — Мы же про молодежь говорим, поэтому въехать надо, да? — Да, мало того, нам уже начинают молодежь возмущаться, когда… — Не могут купить билеты? — Да, они не могут, ну, они всегда, в принципе, могут, если они вовремя это сделают, да. Дело в том, что концерты, которые идут по «Пушкинской карте», они проходят определенную модерацию через Министерство культуры, и мы всегда ждем. — То есть такой немножко затяжной процесс. — Да, затяжной. — Ну, а дети уже видят, что этот концерт заявлен, а еще на «Пушкинской карте»… — А еще никогда, да-да-да. — Мы продолжим беседу после короткой рекламы. — Точка зрения на волнах Большого радио. Меня зовут Татьяна Юлусова, и сегодня у нас в гостях, напомню, директор Мурманской областной филармонии Виктория Владиславовна Чачина и Тимофей Перминов-хранитель Мурманского органа. Мы до рекламы начали разговаривать про «Пушкинскую карту» и про то, что сейчас происходит обновление публики. Вот у меня вопрос. Молодежь охотно ли идет на выступления с органом? — Да. — Да, посещают, да? То есть они готовы к такой сложной музыке. — Да, очевидно, все равно их любознательность такая вот юношеская, она тут превалирует, потому что для того, чтобы ходить на сложные программы, нужно хотя бы пойти немножко на другие. Ну, хотя бы начать с оркестра, который у нас очень замечательно работает, очень интересно готовит программы, вот, и если вот ребята уже, а мы уже тоже видим, что их становится больше на этих оркестровых программах, то вот это было бы правильно. То есть надо начинать вот с этого. Но вот программы, которые мы говорили, от барокко до рока, там было очень много, там больше 50 только по «Пушкинской карте» было накоплено. А это же возрастной, да, ценз от 12 до 22. Или от 14? — Я не могу сказать. — От 14, от 14, «Пушкинская карта» — от 14. — То есть в 14 лет приходят слушать орган. — Да. — Обалдеть. — Да, да. — Но танцевали очень молодые. — Ну, танцевали. — Прямо на сцене, да. — То есть это было понятно, что, может быть, они не по «Пушкинской» пришли к карте, но в любом случае, да, просто мы увидели, что вот, да, мы просто смотрим, кто это, потому что кто-то идет, молодежь, и совсем не факт, что он купил «Пушкинскую карту», это же на год она дается с января, у него уже не осталось денег, да, вот, 5000 там, поэтому он мог уже и использовать и летом где-то, побывав там в Москве, в Питере, на каких-то площадках. Но вот, тем не менее, это мы видим. Поэтому, да, интерес в этот есть. Когда мы только орган, ну, открылся вообще, когда вот после реконструкции орган, мы где-то, у нас год, это было, причем, по две программы мы делали в месяц, у нас было все, что называется, запито, все шло с аншлагом. Да, с аншлагом, но это было вот такое, действительно, люди просто, им было интересно, вот, что это, и так далее. Ну, познакомиться, конечно, такое событие большое. Да, познакомиться, посмотреть, да, вот, и именно вот любознательность или любопытство, или что это, вот, тут давлело. А потом уже осталась та публика, которую мы видим постоянно, и это все правильно. У многих еще есть такое определенное предубеждение, что орган надо слушать только в храме, в соборах, да, вот, и первое где-то знакомство так происходило. В основном, да. Да, но забывая о том, что это все-таки концертный инструмент, это концертный инструмент, и для него очень много уже пишется, как и было, музыки, и делается очень много аранжировок интересных. То есть это вот одна из таких серьезных красок, и красочкой не назовешь красок таких, да, возможных, вот, которые украшают нашу концертную афишу. — А какие возможности вообще у мурманского органа? То есть мы можем говорить о классической музыке, конечно, роковые, да, роковые песни, да? — У него неограниченные возможности, абсолютно неограниченные возможности. И вот как раз вот Тимур, да, он был один, в принципе, у него все было, органы там, ему никто не помогал, в отличие от второго концерта в Вахо, да, это я не сказала, там еще важную вещь. Там приехали, это два совершенно замечательных музыканта, но как поддержали их наши, мурманские музыканты. — Это такой опыт, потому что очень интересно, да? — Да, который, что называется, практически без репетиции. Я вообще не, я даже не могла понять, как они так быстро это, то есть это говорит о высоком, очень профессиональном уровне наших музыкантов. — Мурманских музыкантов. — Да, у нас этот, наши перкуссионисты, тудетские, кондаков, это, конечно, просто находка. Поэтому вот тоже посмотрели. Ну и, естественно, что вот на такие, тот же Тимур, он показал, даже нам орган, наш же орган, он нам с разных сторон, многие для себя просто сделали открытие даже про собственный орган. То есть вот что значит личность, да, музыкант, возможности, вот поэтому на ваш вопрос я могу сказать, безграничные. — Хоть каждый день, правда, можно? — Находить что-то новое, находить новые краски, да. — Тимофей, да, вот расскажите сейчас про интерес, который, вот у Тимофея у нас он еще стал штатным экскурсоводом. — А, то есть еще экскурсии проводится, интересно? — Да, огромный интерес у людей есть к тому, как устроен орган, вот его техническая составляющая, история этого инструмента. Вот, и у нас довольно регулярно в филармонии проводятся экскурсии, я их провожу, где я знакомлю как раз с тем, из чего состоит пульт органный. — Можно прямо сейчас записаться. Ну, один человек точно есть уже. — Обязательно провожу экскурсантов вовнутрь, где как раз располагаются трубы, меха, двигатель, вентилятор, воздуховоды. Все вот это техническое устройство, это огромные машины, да, это огромные инструменты. Вот, и в конце у нас обязательно изюминкой такой проходит мини-концерт органной музыки, потому что сейчас, ну, время цифровое, компьютерное, да, и наш орган, он тоже не лишен компьютера. В нем есть компьютер, который позволяет органисту записывать то, что он играет. И потом, как на магнитофоне, это просто воспроизводить. Вот, что мы и делаем, собственно говоря. Я не владею органом как исполнитель. Я могу что-то показать, различные тембры какие-то, да, еще что-то. Вот, но экскурсанты наши имеют замечательную совершенно возможность послушать звучание этого инструмента во всей полноте, потому что у нас есть компьютер, как я уже сказал, я просто воспроизвожу те файлы, которые записывают органисты при желании. Я прошу это сделать специально для экскурсии, и это происходит. А как часто проходят такие экскурсии? А это по запросу. Иногда несколько раз в неделю бывает, иногда бывает, что месяц перерыв. То есть можно набрать группу единомышленников, например, да? Да, у нас занимаются специалисты этим, организации вот именно этого, этих экскурсий. Так, я себе поставлю заметку. Пожалуйста, приходите, приходите, конечно. Какие будут, давайте уже поговорим, наверное, о новом сезоне, какие будут новые инструменты, я знаю, да, что вы купили, какие-то новые инструменты. Они уже есть, мы уже, да, за лето вот как бы хорошо так обновили нашу коллекцию, пополнили новыми инструментами. Это прежде всего, мы очень долго ждали вибрафон, у которого функций много, но прежде всего там для наших как раз персохранистов это великолепная возможность добавления таких новых граней. Граней, да, 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 да. И потом очень часто к нам даже приезжают музыканты, которым необходим этот инструмент. Раньше мы его брали в аренду, сейчас вот он у нас, слава богу, появился в нашей коллекции. И удивительный еще инструмент такой, ханг-драм. Совершенно неземным звуком каким-то, потрясающим, космическим. Да, можно ВКонтакте посмотреть, там мы записали, да, вот это как он звучит. То есть это тоже вот для подзвучки наших некоторых программ, и детям будет очень интересно вот это расширение возможностей, тоже какая-то действительно космическая музыка. Вот, мы вот купили буквально летом, новый обновили, хоть у нас и есть, но синтезатор производства «Ронт». Вот как раз он первый раз у нас, мы его и приобретали, как бы обновляли, он зазвучит на концерте Башмета 1 ноября, потому что там у него функция клавесина, вот, клавесина, арфа, там много функций, ну вот нужен именно клавесин, потому что там будет реварди, вот, а они хотят аутентично всё это сделать, поэтому вот этот инструмент у нас тоже появился в нашей коллекции. Юрий Башмет вновь к нам приедет, да? Да, в дембре был недавно. Вы знаете, у нас же уже традиции. Каждый месяц Юрий Башмет приезжает в Мурманск. Нет, у нас традиции раз в два года он приезжает, обычно осенью, в октябре, в ноябре, это вот уже, это будет четвёртый его приезд. То же самое, как и виртуозы Москвы под управлением спиваку, так же, как национально-филармонийский оркестр. Вот сейчас мы ведём переговоры с дирекцией Мариинского театра, чтобы Гергиев, да, смог приехать к нам на пасхальный фестиваль. Вот обсуждаем сейчас с директором Ацуева его приезд. То есть вот это вот эти вот традиции, которые мы стараемся развивать, поддерживать, и вот они... Судя по опыту прошлого сезона, вы сказали, да, что билеты, кого разобрали за неделю вы мне до эфира? На Башмета. На Башмета, да, за неделю. Да, да. Это рекорд или бывает быстрее? Ну, вообще-то, наверное, вот за такой короткий срок это рекорд. Тем более, что мы даже не успели рекламу. Вот появилось на сайте, вот, и всё, и сразу. То есть люди просто сидят, ждут, и вот это... Ну, это за два, за три месяца, наверное, надо планировать такие мероприятия, ну, чтобы попасть. Ну, это надо просто действительно смотреть на нашу афишу почаще, да, именно в этом, на нашем сайте. Потому что мы, ну, вот, например, тоже Навдразакова, который у нас был и прошёл, понятно, с каким успехом, просто грандиозно, ну, совершенно потрясающий, конечно, певец. Вот. Вот. Больше половины взяли билеты летом. Мы летом просто... У нас кассы не работали, просто было на сайте, можно было онлайн купить. Половину вот купили в июле, в августе месяце. А остальное тоже раскупилось мгновенно, когда, видно, люди стали возвращаться с отпусков в конце августа, и всё. И тут же вот они... То есть люди смотрят на сайте эту афишу, и то же самое на Башмета мы... И так её и... У нас просто был перенос концерта с ним, он должен был 4 ноября, но так как им надо лететь на гастроли, ну, скорее всего, в Китай, как я понимаю, перенесли на первое число, поэтому мы не торопились даже афишу вывешивать. Ну, потому что... Да, и вот я поняла, что люди очень хорошо смотрят наш репертуар и имеют возможность вывехать. А что будет ещё интересного в репертуаре в этом году? Ну, вот давайте говорить про ближайшее время. Сейчас я вам говорю про наши планы, которые у нас... Пока мы точно знаем, мы даже знаем дату виртуозов Москвы, которые к нам приедут. Вот. А с оркестром Гергиева, это пасхальный фестиваль, это всё связано с железной дорогой, они же сюда поездом едут, как им дадут поезд, состав, это мы будем знать буквально, ну, что называется, за месяц в лучшем случае. Вот. И сейчас вот решаем вопрос, уже вроде как у нас с Мацуевым есть договорённость на март месяц, то есть вот так вот это. Но это звёзды, и с ними достаточно сложно, вот я вам сейчас скажу, их просто выдёргивают и не от того, что они отказываются, им ставят задачу, им ставят задачу, и вот тогда переносятся сроки, вот, поэтому афиши, конечно, появятся уже на этом несколько позже. А сейчас вот у нас ближайший, во-первых, наш оркестр в следующее воскресенье с всеми уже тоже любимым саксофонистом Сергеем Колесов, который у нас наш тоже друг, и мы при первой же возможности всегда его приглашаем, потому что он очень востребован, очень будет программа. Следом у нас совершенно удивительно, нам повезло, что у нас будет оркестр, ансамбль Елисеева, этот знаменитый, да, и они как раз выступят вот в эти сроки, когда мы все с вами будем праздновать этот разгром немецко-фашистских войск. Вот это 18 октября они будут у нас, 19 числа они едут в Североморск, они едут в Печенгу, то есть такая вот серьезная-серьезная акция. Мы любим очень этот коллектив, это тоже вот заполучить его, это большая удача. Вот это вот такое вот у нас как бы это ближайшее, ну а там вот мы разыграем с вами сейчас три баса про фунда, это тоже, это уникальный совершенно коллектив, это же ведущие басы на Московских театрах, да, они тоже вот у нас будут. И сейчас тоже оркестр вот только выступит и начнет готовить следующую программу, очень серьезную, три концерта Рахманинова, филармоническим большим симфоническим, будем говорить, составом, с приглашенными пианистами, тоже это вот как раз в рамках празднования Рахманинова. И как бы мы вот завершаем вот уже вот этот год рахманиновский вот таким большим циклом этих фортепианных концертов. Вы рассказали про гостей в филармонии, а что по поводу обменных гастролей, то есть наши музыканты часто ли выезжают? Ну в Мурманской области, наверное, да? Вообще спасибо за вопрос по поводу наших музыкантов. Вот интересно, приглашают ли наши. Я упомянула сейчас вот наших, да, перкуссионистов, а вообще у нас вот в течение тоже вот и года, и дальнейшее продолжение, у нас наши музыканты, которые вот в тот сезон подготовили, и были очень востребованы программы арт-синема, который вот мы этот, музыка-кино. Но Алена Лебедева подготовила тоже с нашими музыкантами великолепную программу «Территория любви», по-моему, так она, да, называлась «Территория любви». Лёгкие люди с Катей Ефремовой тоже у них масса очень интересных программ. Струнный-струнный проект, да? А струнный-струнный, нет, это другое, да. А у них была очень интересная программа, она была посвящена, посвящена, сейчас я посмотрю, Рыбникова тоже вот прошла с большим этим. То есть музыканты показывают очень высокий уровень. Вот вы знаете, был последний у нас вот сейчас концерт в октябре месяце, и дирижер, который работал с нашим оркестром, он мне сказал, что вот вы знаете, я, как мы со многими оркестрами работаем, вы для меня входите в тройку лучших оркестров камерных, да. Поэтому вот нет права к сферматичности, мы там всё в это, а вот таким образом вот так нас оценивают. А к кастроли мы едем, потому что тоже о нас уже прослышали, и у нас сейчас вот обмен, вот в данный момент наши музыканты арт-синема движутся по направлению к Ахангельскому, где они будут выступать в воскресенье, да, там в их фестивале. А струны-струны, вот которые, Блокославская, Катя Ефремова с Кондаковым, они поедут в Вологду, у них там будет два концерта. Вот, да, мы ждём с Вологды, они приедут, там привезут нам детскую интересную программу выступления, а Ахангельцы нам привозили в июне месяце, да, вот. Поэтому это, конечно, очень важно, но мне, например, как руководителю было очень как бы приятно о том, что мне директора позвонят уже в филармонии и заказывают коллективы. — Определённо. — То есть, да, о них идёт уже, так сказать, молва, вот, как вот... — А мы слышали, а можно нам тоже, да? — Да, арт-синема мы бы хотели, струны-струны, они у вас были тут на радио, вы, наверное, тоже знаете, они, конечно, тоже очень востребованы, популярны. — Больше музыки было в эфире, чем беседы, да, у нас. — Да, да, они, конечно, в этом плане, то есть они такие пропагандисты, и вот это наша кантелистка, это Ирина Волокославская, она ведь готовит очень много интересных программ. И самое главное, что вот она нам готовит, ну, это будущих слушателей, потому что вот эти её программы три плюс, когда дети, ну, там приходят и поменьше, можно сказать, чуть ли не грудные, которые ползают у нас по ковру и так далее, она с ними работает и всё получается. И родители молодые, которые сидят вот с такими глазами, ага, тоже постигают азы. Вот, поэтому музыканты просто вот у нас эти замечательные наши, мы очень гордимся своим составом, своими музыкантами, каждый из них индивидуальный талант. И у нас сейчас вот пополнился, вот сейчас будет концерт Артура Клочкова, замечательный скрипач, он у нас работал, уезжал учиться, вот сейчас вернулся, вот, и мы рады такому пополнению молодёжи. Нам очень бы хотелось, мы всё время пеняем на то, что наша талантливая молодёжь заканчивает, уезжает в консерватории и остаётся в больших городах, никто не возвращается. Вот первая ласточка. Я хотела ещё спросить про ударную кампанию, они сейчас выступают? Да. Выступают, была несколько раз на концертах? Да, да, они готовят программы, вот, но они ещё, и у них будет интересная программа, они делают и в арт-кафе эти программы, и на большую сцену. Да, 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 и они, это у них, вот, и они, видите, вот так в проект ещё вписываются наших приезжих музыкантов, и они уже знают, что есть эти у нас музыканты, поэтому не надо никого брать, они просто готовят сразу своё выступление, программу. У нас осталось совсем немножко времени, хочу напомнить, что мы сегодня разыгрывали два билета на две персоны на концерты «Звуки музыки» и три баса «Профонда» 29 октября и 28 октября. Что нужно сделать, чтобы получить билет? Нужно ответить на очень простой вопрос с небольшой изюминкой. Вопрос был такой, к какому типу музыкальных инструментов относится орган? Там два слова в ответе. Не один, как, наверное, да, многие подумают, но два. Поэтому пишите, пожалуйста, свои ответы на вопрос нам в Telegram, в Viber или в WhatsApp по номеру телефона 921-045-1045. После эфира мы будем продолжать смотреть в соцсети, и первые два правильных ответа получат пригласительные билеты на замечательные концерты в нашу Мурманскую областную филармонию. Да, эфир у нас подходит к концу. Виктория, может быть, какие-то пожелания? Нашим слушателям. Больше музыки хорошая и разная. Это действительно так, что приходите. Кто еще не приходил, полюбопытствуйте. Откройте для себя еще какую-то сторону жизни. На Большое Радио я хочу поблагодарить за неизменный к нам интерес, за то, что вы нас тоже продвигаете. И я думаю, что благодаря вашим передачам наш круг слушателей будет расширяться. Спасибо. Мы с удовольствием бываем в Мурманской филармонии, когда есть билеты, когда удается попасть. Тимофей, от вас может быть тоже какие-то пару слов на прощание? Да, конечно. Я приглашаю всех на наши концерты. Это замечательное совершенно учреждение. Я с огромной радостью всегда вижу полные залы людей, которые аплодируют исполнителям. Это дарит огромное количество позитива, радости. И не всегда же мы можем в жизни себе позволить переключиться на какую-то хорошую благостную волну, а филармония позволяет это сделать. Милости просим. А я обязательно запишусь на экскурсию. Спасибо большое, что сегодня были у нас в студии. Спасибо за эфир. Это была «Точка зрения». Всего доброго. До свидания.